И в продолжении темы. Толока в районе больницы Славенска-на-Кубани. Удивительно живописное и чудесное место, где хочется гулять и отдыхать. Что немаловажно, в пруду живет большое количество водоплавающих птиц и даже животных. А что может быть приятнее, чем наблюдать за братьями нашими меньшими в естественной среде обитания? Нам в редакцию на днях пришло сообщение о том, что на берегах водоема люди все чаще замечают зверьков, очень напоминающих серых крыс. Действительно ли это так и чего нам ждать от такого обогащения фауны Толоки, мы решили выяснить. Серая крыса, или как ее по-другому называют пасюк, давний сосед человека. В наших южных широтах преимущественно селятся на берегах водоемов. Вот и наша Толока стала домом для этих грызунов. Наблюдать их можно в вечерние часы в районе труп ливневок, входящих в пруд, и под смотровой площадкой, где для них настоящий рай. Что же послужило основной причиной заселения этими зверьками водоема? Славянские натуралисты считают, что основная причина – это мы с вами. Мы хотим привить своим детям, любовь к животным. И приносим булки хлеба, потом кидаем их в воду. И это является источником того, что утки не съедают это все, на берегу остается, прибивается, и крысы начинают это есть. Самое парадоксальное в ситуации с кормлением уток – то, что хлеб – это совсем не полезная для них пища. Естественного корма у птиц в водоеме вполне достаточно, и они умеют его добывать. К тому же, крупные куски хлеба птицы вообще не съедают. И ценнейший продукт просто начинает гнить, нарушая экологию воды и привлекая еще больше крыс на берег. Мы что можем сделать? Не кидать, конечно, хлеб в таких количествах. Если вы хотите, лучше на берег насыпать немножко семечек, и голуби поедят. И если это попадет в воду, оно уже не будет приносить такой вред окружающей среде, и именно водоему, как приносит хлеб. Когда мы задали вопрос городской администрации, были ли обращения по поводу крыс на Толоке, нам сказали, что ни одного официального обращения не поступало. Ответ на вопрос, почему люди не беспокоятся об этом, пришел сам собой. Наши подписчики в Инстаграм поделились с нами видео крыс, а также отметили, что зверьки эти милые. Но так ли они милые в действительности? Во-первых, крысы – это хищник. Они без проблем разоряют птичьи гнезда, поедая потомство. Достаточно агрессивно крысы могут вести себя с человеком. Особенно часто грызуны нападают на детей. Но и это не самое страшное. Крысы – переносчики более чем 20 опасных для человека болезней, 8 из которых смертельны. Причем передаются они не только при укусе, но и при соприкосновениях с фекалиями, оставленными грызунами. Ни в коем случае, никогда крыс в руки не берем, не гладим. Вы знаете, что это, во-первых, хищное животное. Оно может само нападать на человека. Где находятся крысы, туда лучше не подходить. Это будет безопасно и для вас, и для ваших детей. Естественные враги крыс в природе – это хищные птицы. Они помогают сдерживать популяцию грызунов. Но пока орлы и соколы-натолоки не поселились, чтобы уберечься от опасностей, связанных с крысами, нам нужно проявить гражданскую позицию. И для начала хотя бы исключить из меню жителей озера прикорм хлеба булочными изделиями. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».